добрый день дорогие друзья вы на канале рыбалка это жизнь я егений орловский сегодня я хочу с вами поговорить о таком девайсе как такой вот такой держатель для катушки ну это нужно для тех людей которые любят мастерить какие-то стримера какие-то мушки своими руками ну не часто это делают и поэтому ну не нужно им покупать дорогой какой-то катушка держатель поэтому лучше сделать своими руками я приглашаю вас посмотреть это видео поставить лайк дизлайк кому как нравится подписывайтесь на мой канал начали за те долгое время которые занимаюсь рыбалкой я очень много за это время сделал такие вот нитка держателей катушка держателей начал я вот с таких вот штук как вы думаете что это это насадка для клизмы ну это слишком дорогое удовольствие поэтому можно приспособить обыкновенную ручку такую ручку вот такую ручку вот вот такую значит здесь вот в этой ручке что плохо металлический наконечник и он режет нитку если нитка тонкая поэтому я в последнее время беру вот такие пластмассовые ручки пластмассовый наконечник вот такой вот наконечник или вот такой вот ну а сегодня я вам покажу как можно сделать обыкновенного фломастера вынул все запчасти лишние изнутри ну и сейчас я вместе с вами его сделаю этот катушка держатель и вы посмотрите что это очень даже легко не надо тратить огромные деньги для того чтобы покупать эти девайсы ну что мне для этого надо сам фломастер нужен и проволока проволоку я беру вот такую вот вот видно там написано диаметр 1 миллиметр это для сварочных работ вот такая вот проволочка очень хорошая вещь для всяких поделок для пружин для отводов то что надо значит откусил кусочек и теперь будем делать возьму приблизительно отмерю сколько мне надо и два кусочка таких вот сделать ну теперь смотрите так приблизительно значит и делаю вот такую конструкцию раз загиб дальше на ширину губок 2 и 3 вот получилась вот такая вот конструкция точно такую же делаю с другой стороны 1 2 и 3 так теперь беру вот такую штучку это термоизоляция это такая вещь которая продается на рынке это были в электро товарах значит под действием пара или огня она сжимается а нам для это это так и надо взял по диаметру стержня ну и дальше делать технике получилось вот такая вот конструкция теперь нам понадобится обыкновенная шпуля то которая в швейной машинке вашей жены или девушки сейчас я вытащу то что сделал раньше вот и покажу как вам как делаю вот этот вкладыш это палочка ушная она же является трубочкой внутри есть отверстие теперь мне надо сделать так чтобы вот эта палочка ходила не свободно а с трудом значит раньше я брал сюда вставлял термоусадку ну вчера вдруг пришла мысль почему бы не применить скотч обыкновенный бумажный скотч вот смотрите беру и просто наматываю до того объема который нам нужен наверно хоть нет не хватит ну она же заходит с трудом теперь обрезаю вот эти вот от лишние концы здесь вот легко будет здесь просто скотч и с этой стороны тоже самое делаю все вот таким вот образом шпуля готова теперь вот эту шпулю вставляю сюда и вот в принципе уже все готово ну для того чтобы вот этот наш вот это проволочный каркас лучше держал шпулю я еще немножко его подожму ну теперь проверю как она держит шпулю вот смотрите нитка у нас не движется и вот только под каким-то натяжением под каким-то усилием она начинает двигаться ну это класс это так и должно быть ну все кончики подогнули получается она стала более жесткой вот хорошо держит катушку ну и теперь нитку вдеваем вовнутрь в деле нитку вовнутрь и теперь в себя втягивая воздух резко только мы вытаскиваем эту нитку все вот получился вот такое у нас катушка держатель для того чтобы вот это хорошо держалась значит вот эту трубочку термоусадочную надо осадить над паром ну это я показывать не будут по моему ясно как божий день все дорогие друзья будьте здоровы ни хвоста ни чешуи подписывайтесь на канал заходите в гости будьте вы нам здоровы вот так вот 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 так вот Продолжение следует...